В кухне мы читали, можно поставить диван. Наталья Муратова принимает первых гостей. После жизни в деревяшке комнаты в новой квартире по 14 квадратов кажутся для семьи настоящими хоромами. Новоселье на Карпаговской, 32, Муратовой отметят уже через неделю. Соседи заезжают потихонечку, начинаем знакомиться. Правда, вам скажу, что пока никаких нюансов не обнаружено. Жизнь в деревянном бараке, удобство на улице. В таких условиях многие жители по море строили свою жизнь десятки лет. Региональная программа по переселению из ветхого жилья подарила новую крышу над главой уже 20 тысячам северян. Объекты строительства этих многоквартирных домов лично посетил Сергей Степашин. Конечно, не обошлось без замечаний. Вы знаете о том, что Владимир Владимирович, дав положительную оценку этой программе, назвав ее одной из успешных из всех программ, которые у нас реализовались, тем более он сам был личным, лично он был инициатором ее. Принято решение о продлении фонда до января 2019 года. Но в основном мы будем подтягивать хвосты, что называется. Особенно Сергей Степашин отметил проблему социальной справедливости. Среди новоселов есть те, кто прописан в аварийке, а живет в комфортабельной квартире. По проверке таких нуждающихся уже обратились в прокуратуру. Это опять-таки бесценный опыт. То, какими темпами мы строили последние два года, когда, несмотря на проблемных участках, переключили на регион, в первые четыре года программы такого не было. Программа по переселению из ветхого жилья активно завершает последний этап. Работы ведутся, и 30 ноября проект в области должен быть завершен. 228 уже возведенных домов стали самыми крупными на Северо-Западе. В 2018 году программа будет продолжаться с активной федеральной поддержкой. Но в Поморье есть еще жилой фонд, признанный аварийным после января 2012 года. И таких домов в два раза больше, чем уже переселенных. Стройплощадки, коммуникации, проекты новых домов – есть все дела в финансах.